Переезжайте в Иерусалим, потому что это будет способствовать делу мира. В очередной раз провозгласил премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху. В Иерусалим уже прибыли дочь и зять президента США Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Но свое присутствие на церемонии подтвердили лишь представители 34 стран из 86, в том числе Венгрии и Чехии, которые заблокировали совместное заявление ЕС о бойкоте мероприятия. Ожидаются также президенты Гватемалы и Парагвая. Эти страны последовали примеру США и также перенесут свои посольства. В воскресенье вечером в Иерусалиме прошли акции протеста арабского населения города и активистов израильских движений, выступающих против оккупации палестинских земель. Палестинцы хотят сделать Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства. 13 мая в Израиле отмечается День Иерусалима, провозглашенный после победы Израиля в шестидневной войне. Десятки тысяч человек приняли участие в празднованиях и традиционном марше с флагами, который завершился у стены плача. Торжества прошли на фоне усиленных мер безопасности. В город были дополнительно направлены 3000 сотрудников правоохранительных органов. В этот день отмечается воссоединение Иерусалима, говорит участник марша. Шельтянами и палестинцами, по свидетельствам очевидцев, гнев мусульман вызвали поющие, размахивающие флагом Израиля демонстранты, которых затем оттуда вывела полиция. Этот бесполезный парад через три часа закончится, но эта земля принадлежит палестинцам, и они отсюда не уйдут. Этот марш пропаганда, чтобы заявить о том, что Иерусалим столица Израиля. Мечтайте дальше, израильтяне, Трамп и его арабские друзья. В пресс-службе полиции уточнили, что религиозные евреи нарушили правила визита храмовой горы священного места как для иудаизма, так и для ислама. За пределы территории были выведены также и агрессивно настроенные палестинцы. В Страсбурге в воскресенье правоохранители провели обыск в доме у знакомого, напавшего на прохожих Парижа французского гражданина чеченского происхождения. ...площади в составе иранской делегации высокопоставленные чиновники из политического... ...паспорт 8 лет назад. Он окончил школу в Страсбурге. В 18-м Парижском обраке он обосновался, недавно переехав вместе с родителями 7-летней сестрой. Полиция заявила, что в субботнем нападении имеется террористический след. Ответственное за происшедшее взяла на себя группировка «Исламское государство». Имя Азимова фигурировало в специальном досье, которое собирается на тех, кто причисляет себя к радикальному исламизму. Азимов убил одного человека и ранил еще четырех. Он был обезврежен стражами порядка, которые его застрелили. Итальянское движение «Пять звезд и партии Рига» достигли соглашения по программе Коалиционного правительства. Надо посмотреть, каким образом мы можем обеспечить интересы иранского народа. Кроме того, из-за решения Дональда Трампа сейчас нарастает конфликт между США и Европой. Бывший директор ЦРУ Майкл Хайден в интервью еженедельнику Шпигель заявил, что выход США из ядерной сделки грозит подорвать трансатлантические отношения. А ранее стало известно, что посол США в Германии потребовал, чтобы немецкие компании прекратили деятельность в Иране. И это несмотря на то, что все участники сделки уже подтвердили приверженность соглашению 2015 года. И теперь намерены отстаивать свои законные интересы. У России, Pennsylvania, and our strongいる участники, это были в пряте и у европейских тоже есть законные интересы, которые закрыли на той договоренности. Оп padres, которые не задали за парни запасы поступают, нам нужно сообщать, colaborать, закilippя, задавать законные интересы каждого из нас. Все мы рассчитываем, посмотреть, как мы можем с частью европейских венеровщиков России, и очень рады В первом случае, используя имеющиеся в нашем распоряжении, не хотите, чтобы не допустить подъема важнейших документов, которые не допустили в новом сроке с государством. Россия неоднократно указывала на необходимость сохранить соглашение по иранской ядерной программе и подчеркивала значение этого документа для региональной стабильности и поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. С аналогичными заявлениями выступали и лидеры Франции, Германии, Великобритании и Китая. Накануне состоялся телефонный разговор президента Ирана с премьер-министром Великобритании. Уже на завтра назначены и личные встречи главы иранского МИДа с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, а также с главой европейской дипломатии Федер... ...черезкими требованиями. В субботу вечером собравшись... ...генсекретаря ООН Стафан Демистура прибыл в Астану для участия в переговорах по Сирии. Ожидается, что к обсуждениям он будет подключаться уже после обеда. Сегодня в столице Казахстана проходят консультации делегаций Ирана и сирийского правительства. Ранее представители Тегерана уже провели встречу с коллегами из Москвы. Россия в рамках сирийского регулирования поддерживает контакты как с представительством Сирии, так и с представителями оппозиции. Об этом заявил глава российской делегации Александр Лаврентий. Также он отметил, что отказ США приглашённых в качестве наблюдателей участвовать в переговорах изолирует страну из политического процесса. Сегодня ночью ожидается прибытие делегации вооружённой сирийской оппозиции. Её возглавит Ахмед Тома, представитель совместного комитета по переговорам, который в прошлом году был сформирован в Ириаде. На второй день переговоров запланировано полинарное заседание. Пострадавшие от паводков в Якутии получат... Живи по совести и вере, люби людей, твори добро. Богатство зла, то серебро не приведут желанной цели. И это звучит так, словно Дональд Трамп пришёл к власти без воли Аллаха на то. Будто Аллах этого не желал, а Дональд Трамп бросил вызов Аллаху. Клянусь Аллахом, звучит так. Прошу убежище у Аллаха. Аллах, субханаху ата'аля, сказал в Коране. «Скажи, о Аллахе, владыка царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь». То есть Аллах пожелал, чтобы он стал президентом. «Я отнимаешь власть, у кого пожелаешь». «Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь». «И унижаешь, кого пожелаешь». И вот что в конце аята. «Всё благо в твоей руке». Аллах даёт власть одному и забирает её у другого. Этого возвеличивает, а этого унижает. Что это всё? Мудрость Аллаха. Люди, как Дональд Трамп, они подтверждают истинность Корана. Аллах говорит в суре «Фуркан». Это глава 25. «Так для каждого пророка мы создали врагов из числа грешников. Поэтому, братья-таки, люди будут до смерти делать то, для чего были созданы. Быть врагами Исламу и Мухаммаду, салли Аллаху алейхи вассалям, и критиковать их». То есть, эти люди подтверждают истинность Корана. Ведь, несмотря на все эти вещи, Ислам распространяется. Аллах говорит в Коране. Третья сура «Али-Имран», 54-й аят. «Они хитрили, и Аллах хитрил». А ведь Аллах – наилучший из хитрецов. После событий 11 сентября в мире началась медиа-война с Исламом. Обычные люди начали думать, что Ислам губителен, наулу биллях. Мы видим, что больше людей захотели узнать, что это за религия. И мы видим, что в одних только Соединенных Штатах после событий 11 сентября примерно за 9 месяцев 34 тысячи человек приняли Ислам. В одной только Европе после событий 11 сентября свыше 20 тысяч европейцев приняли Ислам. То есть, чем больше они пытаются нападать на Ислам, тем больше Ислам распространяется. Я считаю, что в долгосрочной перспективе это на пользу Исламу. За счет этого люди узнают об этой религии. И когда бы люди не нападали на Ислам, в конечном итоге это идет на пользу Исламу. Я уже рассказывал вам эту историю. И я хочу рассказать ее снова, чтобы укрепить веру в предопределение. Был правитель. И у него был министр. Правитель и министр. Министр был человеком, который верил в предопределение. В кадр Аллаха. И однажды правитель что-то делал с ножом и отрезал себе палец. Министр сказал, добро, иншаллах. Это хорошо, иншаллах. Так он считал. Правитель расстроился. Говорит, что ж хорошего в том, что я отрезал палец. Взять его под стражу. Бросьте его в тюрьму. Под арест. И его арестовали. Заключили под стражу. И по дороге в тюрьму он говорит, добро, иншаллах. Это хорошо, иншаллах. Есть в этом благо, иншаллах. А у правителей и министров была такая традиция. Каждую неделю они ехали на охоту, ведя при этом кочевой образ жизни. А в этот раз же министр в тюрьме, а раньше он показывал ему дорогу. А в этот раз его нет. И он заблудился в джунглях. Его схватила группа бедуинов, которые поклонялись идолам. А в этот день у них как раз намечалось человеческое жертвоприношение их идолам. Они говорят, нам не найти лучшей жертвы, чем этот парень, который так хорошо одет. Вот он и будет жертвой. Но они посмотрели на его руку и увидели, что у него нет пальца. Говорят, мы что, такую жертву предложим нашему богу? Иди отсюда. Ты недостаточно хорош, чтобы быть жертвой. И он был спасен. И на обратном пути во дворец он начал размышлять над словами министра. Говорит, теперь я понял, почему министр сказал, что это благо, что я потерял палец. Ведь если бы он у меня был, меня бы уже зарезали. И сразу же по возвращению во дворец он приказал отпустить министра. Говорит, послушай, я понял, почему ты сказал, Хайр, добро, но... Что хорошего в том, что ты сел в тюрьму? Он сказал, если бы я был с тобой в путешествии, зарезали бы меня. То есть все это благо. Таков взгляд сквозь призму имана. Вот что такое ценность веры, братья. Вера дает верующему то, чего нет больше ни у кого. Не будь же глупым и беспечным. Не делай зла и бед другим. Живи по совести и вере. Люби людей и твори добро. Богатство, злато, серебро не приведут желанной целью.